Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Очень часто в позициях с изолированной ферзевой пешкой методом атаки является прорыв, продвижение этой пешки с целью ее жертвы, вскрытие позиции и последующей атаки на короля соперника. Сегодня мы с вами рассмотрим классическую партию на эту тему, сыгранную в 1974 году. Белыми играл 9-й чемпион мира Тигран Вартанович Петросян, а черными Грессмейстер Юрий Балашов. Итак, Тигран Петросян начал партию ходом c4, конь f6, конь c3, e6, d4, слон b4. Соперники разыграли защиту Немцовича и тут Петросян избирает систему Рубинштейна. Ставит пешку на e3, c5, слон d3 и d5. Наличие вот такого двойного пешечного напряжения очень характерно для данного варианта защиты Немцовича и весьма часто ведет к позиции с изолированной ферзевой пешкой, что и случилось в этой партии. Конь f3 сыграли белые, 2-0, 2-0, размен на c4, конь c6, слон d3 и размен на d4. Черные заранее отводят слона на e7 с тем, чтобы связка слон g5 была не так опасна и освобождают поле b4 для своего коня. Но после ладья e1 Балашов играет b6, а Тигран Петросян ставит пешку на a3. Это типичная профилактика. Белые борются против известного маневра, конь b4, d5, с помощью которого можно надежно заблокировать центральную изолированную пешку. Слон b7 играет Балашов, а Петросян ставит слона на c2. Очевидна идея девятого чемпиона мира. Он хочет поставить ферзя на d3 и всерьез угрожать пешке h7. По строению диагональной батареи со стороны белых, черные могли помешать ходом слон a6. Сейчас заслуживал внимания этот маневр слона. Но Балашов, как ни в чем не бывало, играет ладья c8. Белые же ставят ферзя на d3. Конечно, в этой позиции уже пора было сыграть g6, для того, чтобы лишить белых всяческой возможности провести комбинационные удары в центре, отвлечь коня f6, угрожая матом на h7. Но Балашов, не чувствуя опасности, по-прежнему очень спокойно развивается. Он ставит ладью на e8. В этом положении Тигран Петросян проводит типичный маневр, жертвует пешку d и вскрывает позицию. Он играет d5. Нападая на коня c6, фактически Тигран Петросян не дает своему сопернику выбора. Балашов вынужден принять жертву и слон g5. Уже в этой ситуации ход g6 черным ничего не давал. Белая жертва или качество на e7. Если забрать белую ладью ладьей либо конем, то теряется конь f6. Ну а если скушать ферзем, то естественно конь d5. И белые побеждают. Поэтому Балашов вынужден защищаться от угрозы слон f6, ферзь h7 с помощью перекрытия конь e4. По сути, так он возвращает пешку сопернику, но при этом позиция черных лучше не становится. Петросян забирает конем на e4. После d e ферзь e4. Естественно, на g5 бить нельзя. Последует мат в два хода, поэтому черные прикрывают поле h7 пешкой. Но ферзь h4. Петросян в свою очередь защищает слона, после взятия на g5 готов забрать конем и создать серьезные угрозы пешке h7. Поэтому Балашов отводит ферзя на c7 в преддверии удара ладья a d1. А Петросян переводит слона на диагональ a2 g8, ставя его на b3. Создается угроза жертвы на f7 и взятия на h7. Если защитить пешку ферзем, сыграв слон f8, то слон f4 и поле g5 освобождается для коня. Как только белая фигура прибудет на этот пункт, угрозы на полях f7 и h7 станут решающими. Поэтому Юрий Балашов ставит пешку на h5, не давая белым забрать на h7 после жертвы на f7. Действительно, взятие на h7 теперь уже невозможно. Но вот жертва слона на f7 по-прежнему очень серьезный атакующий ресурс. Что и доказывает Тигран Петросян. Он ставит ферзя на e4. Пешка f7 связана, угрожает взятие на g6. Черные поставили короля на g7 и думали, что на время отбили волну атаки белых. Но она продолжается. Слон бьет f7. Тигран Петросян жертвует слона. Брать нужно, угрожает взятие ферзь g6. Но после король бьет f7, точный маневр другим слоном. Слон h6. Белые угрожают матом в один ход. Если в этой позиции сыграть слон d6, то конь g5. Пешку g6 защищать нужно, поэтому король f6. Но еще один точный шаг. Конь h7. После которого можно сдаваться. Дело в том, что если забрать коня, то последует ферзь f3. И мат следующим ходом. А если отойти на f7, то ферзь d5. И черного короля тут также ожидает мат. Поэтому Юрий Балашов пошел в ферзь d6. Так защитился от мата. Но Петросян ставит шаг по диагонали a2 g8. Король f6. И, наконец, ладья a d1. В этой позиции черные вынуждены сыграть конь d4. Иного просто нет. Балашов возвращает фигуру, переводя партию в эншпиль без пешки. Но проблема черных в том, что после взятия на d4 ферзем, ферзь d4, ладья d4, положение их короля вряд ли улучшилось. Угрожает мат ладья f4. Черные защищаются ходом ладья c5. А Петросян ставит точку в этой партии ходом h4. В этом положении у Петросяна очень много угроз. Прежде всего это слон g5. Также вторжение на d7. В какой-то момент может последовать конь e5. Поэтому черные, имея всего лишь пешкой меньше, в эншпиле, под угрозой вот этих ударов просто сдались. Юрий Балашов не нашел приемлемой защиты. Действительно, тут ее просто нет. Например, на ход слон c6, с целью прикрыть поле d5, можно дать шах слоном. Если пойти король f5, то мат на f4, а на отход короля на f7, мы можем сыграть ладья f4. Если король отходит, то теряется слон. Ну а если будет сделан ход ладья f5, то можно просто разменяться и еще дать шах. Конем на e5, выиграв таким образом фигуру. Этот достаточно показательный вариант демонстрирует, что позиция черных действительно безнадежна. Поэтому Балашов и сдался. Вот такой очень интересный, яркий поединок. Вовремя прорвался в центре Тигран Петросян, вскрыл позицию, дальше пожертвовал еще и слона и сумел добраться до короля соперника. Красивый поединок, который, надеюсь, вам понравился. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех, оставляйте свои комментарии. Благодарю вас за внимание. До свидания.